Всем привет, друзья! Всем доброе утро! С вами Турпресс, Алена и Андрей. Мы по-прежнему в Таиланде, в городе Паттайя. Сегодня выпуск о том, сколько стоит кондоминиум и как снять жилье, ну и прочих плюсах и минусах. А сразу хочется сказать, что лично мы никогда не рассматривали варианты зимовки, либо переезда в Таиланд, а конкретно в Паттайя. У нас это получилось чисто случайно, потому как, отправляясь в путешествие по Юго-Восточной Азии, мы взяли билет только в один конец, а накануне Нового года билеты обратно в Москву были очень дорогими, поэтому мы решили остаться, и плюс тайские власти продлили срок безвизового пребывания для граждан Российской Федерации с 30 до 90 дней. Мера временно действует, если вы въезжаете в Таиланд до 30 апреля 2024 года. Мы решили воспользоваться этой уникальной возможностью и остаться в Паттайе. Итак, как нужно снять жилье на длительный срок в городе Паттайя? Самый простой и самый элементарный способ – это, конечно же, сервис Airbnb. Но есть маленькая незначительная проблемка – с пользователями из России они не работают. Нехитрыми манипуляциями, в принципе, можно все-таки оформить там бронь, но оплатить эту бронь в любом случае не получится, если вы не обладаете картой иностранного банка. Карты, выпущенные российскими и белорусскими банками, к оплате на этом сервисе не принимаются. Способ номер два – это найти официальные сайты кондоминиумов, с ними списаться, узнать цены, условия, тарифы и забронировать через сайт. Я думаю, возможно, это будет чуть дороже, и тут главное не нарваться на подделку сайта, поэтому внимательно изучайте. Способ номер три – найти надежного риэлтора в Паттайе, с ним договориться, обговорить все условия и также забронировать жилье. Но тоже нужно быть уверенными в этом риэлторе. И способ номер четыре, которым и пользуются в основном все туристы из России, например, это первое. Если они уже отдыхали когда-то в Паттайе, у них есть прямые контакты арендодателей, они напрямую с ними связываются, и арендодатели им сдают жилье. Либо, что часто тоже каким способом пользуются российские туристы, это приезжают в Паттайю, бронируют отель на две, допустим, ночи, самый бюджетный, в том районе, в котором они хотят проживать дальше. И в эти дни обходят все близлежащие кондоминиумы, узнают цены, тарифы, условия аренды и уже снимают, как говорится, на месте. При аренде конда есть две основные и главные особенности. Это, во-первых, сезон, когда вы арендуете конда. Если вы приедете, например, в период высокого спроса, в период новогодних праздников, то свободных квартир может быть вообще и не быть. Цены на них могут быть максимально завышены. Например, то, что можно снять не в сезон летом за 10 тысяч бат, зимой, в высокий сезон, они будут предлагать вам снять те же самые апартаменты за 30, 35, 40 тысяч бат. То есть цены максимально разнятся в низкий и высокий период. И второе, это длительность контракта. Если вы снимаете на один месяц, то цены будут явно выше, чем если вы заключаете контракт на один год. К тому же не все конды идут на краткосрочную аренду. Например, на 2-3 недели вряд ли вам удастся снять конда. Обычно они сдаются от месяца, но вообще максимально хорошо заключают контракты от 2-3 месяцев. И, конечно, совершенно шикарные условия и по ценам, и по условиям, это контракты от года. Но тут вам уже надо будет думать про визы. Ну, а так как мы не являемся большими специалистами в аренде недвижимости и прочих нюансах проживания в Паттайе и Таиланде, и к тому же, еще раз напомню, мы вообще никогда не планировали отправляться сюда на зимовку, и получилось это чисто случайно. В любом случае, мы здесь находимся только с точки зрения туристов. Мы с вами поделимся нашим личным опытом и покажем и расскажем о нашем опыте, как мы арендовали конда и за сколько. Пойдем! Вариантов аренды конда в Паттайе, конечно же, бесчисленное количество. Есть подешевле, есть подороже, есть современные здания, например, вот такие, как Вангамат Тауэр. Очень красиво оформлена входная группа, бассейн. Ну и, в принципе, я думаю, что номера там или квартиры достаточно современные, с современной мебелью, техникой и так далее. Проживаем мы на севере Паттайя, рядом с пляжем Вангамат, и как получилось, что мы, в принципе, оказались здесь. Как сняли апартаменты, мы попросили Влада из Тайфор Тревел найти нам что-нибудь более-менее побюджетнее, потому что отель у нас выходил 30 тысяч бат, но при таком длительном пребывании мы посчитали, что это не совсем эффективная трата денег, и решили найти что-нибудь побюджетнее. В принципе, Влад не занимается арендой конда и прочими такими делами. Они вам могут забронировать отели, продать экскурсии. Но так как мы у них покупаем очень много экскурсий, соответственно, у нас такой центр взаимопомощи, взаимовыручки. Поэтому, когда мы захотели переехать из отеля в апартаменты, Влад сел на свой мотобайк и начал объезжать все здесь ближайшие кондоминимумы. Сразу хочется сказать, что время было как раз-таки период повышенного спроса, период новогодних праздников, и достаточно сложно было найти что-то более-менее разумное. То есть, либо было все уже занято, либо цены, как я уже говорила, были чересчур завышены. То, что стоило 10 тысяч бат, в тот момент предлагалось по 30 тысяч бат. Но, в конце концов, он нашел нам кондоминимум. Нам он показался достаточно неплохим, и мы в него переехали. Данный район, по сравнению с другими районами Пота, имеет как плюсы, так и минусы. Но минус – это отдаленность. Все-таки он находится как будто бы в каком-то анклаве, и выбраться отсюда достаточно тяжело. Плюсы – это уже, что здесь тихо, спокойно, и ночью нет никакого шума. Спать можно совершенно не слыша посторонних звуков. Здесь нет большого трафика от машин, нет шумных баров, кафе и ресторанов. Единственный более-менее нормальный вариант отсюда выбраться – это, конечно же, заказать такси. Но каждый день разъезжать на такси – это тоже так или иначе бьет по карману. Но зато у нас здесь рядом пляж в пешей доступности, и у нас тут магазин Топс Дейли. В Топс Дейли можно купить что-то самое необходимое, например, яйца, эти вот бутерброды. Но, конечно, основной ассортимент – это чипсы, кока-кола, пиво, ром. В общем, все, что бесполезно для вашего здоровья. Подходим к нашему кондоминимуму. Совсем он располагается в еще более тихом месте. Здесь такой полузаброшенный сад, но все равно приятно. Зелененькие пальмы, растения. И здесь, как вы видите, совсем нет трафика. Наш кондоминимум, он не особо дорогой, поэтому условия там тоже не супер-пупер идеальные. Но я говорю, мы с вами делимся исключительно нашим личным опытом. И, скорее всего, по соотношению цена-качество, вот этот кондоминимум не самый идеальный вариант. Но так как мы бронировали тоже все спонтанно, в период новогодних праздников, у нас просто не было другого варианта. И этот вариант оказался самым приемлемым. Кондоминимум называется Сиренити. Когда мы сюда первый раз приехали, нам показалось место идеальным. Здесь красивые деревья с цветочками. Такая, как она, пагода называется? Домик для духов. Домик для духов. Все очень мило, спокойно. Здесь небольшой сад. Можно посидеть, отдохнуть. Например, попить кофе, расслабиться на лавочке. Тенек. Можно почитать книжку. В общем, здесь создается такое абсолютное умиротворение. Я бы сказала, тихое, спокойное место. И смотрите, есть мини-пруд искусственный. Там даже плавают рыбки. Но в целом кондоминимум выглядит очень даже неплохо. Заходим в наш кондоминимум. Здесь типа зона ресепшн. Так вот она выглядит. Работают кондиционеры. Очень прохладно. Все чистенько. Стоят какие-то цветочки. Тоже можно посидеть, отдохнуть. Можно с ноутбуком сюда прийти. Тоже как-то сменить обстановку. Ну, в общем-то, все достаточно мило выглядит. Согласитесь? Ну и так выглядит кондоминимум внутри. Как вы можете видеть, очень много квартир. Здесь лифты, есть камеры видеонаблюдения. А мы, друзья, живем на первом этаже. Сейчас зайдем, покажем вам. Расскажем о плюсах и минусах. Потому что минусы здесь, естественно, есть. И расскажем, за сколько мы вообще сняли все эти хоромы. Ключ здесь магнитный. Как говорится, добро пожаловать в гости. Так, ну как говорится, добро пожаловать. И сразу, что хочется вам сказать. Когда мы сюда первый раз зашли, то мы, конечно же, ну нам показалось это вполне себе нормальным. Тем более за ту цену, за которую нам предлагали по сравнению с отелем. И уже потом, впоследствии проживания, мы, конечно же, обнаружили здесь существенный для нас лично минус. И какой существенный минус, спросите вы. Ну, существенный минус это то, что здесь не очень чисто. То есть, здесь есть кухня, чайник, электрическая плита на две комфорки. Вот кухонная мебель. Но в этих шкафчиках достаточно грязно, друзья. Мы не будем, конечно же, это показывать. Но поверьте на слово. Есть здесь набор посуды. Естественно, ножи, ложки, вилки. И мы помыли то, чем мы будем пользоваться. Остальным мы просто не пользуемся. И стараемся не открывать лишний раз эти шкафчики. Хотя при выезде мы будем должны заплатить 800 бат за уборку. Но я вам сразу скажу, что именно в этом кондоминиуме и конкретно вот этот номер перед нашим заселением чисто конкретно не убирали. То есть, протерли пыль, но грязь, она осталась грязью. К сожалению, так. Возможно, в других кондоминиумах с этим вопросом как-то по-другому обходится. Здесь есть микроволновка. Смотрите, опять-таки покажем только на нашем примере. Вот у нас чисто спонтанная поездка такая получается. То есть, мы в любой момент можем отсюда уехать. Даже если у нас бы, допустим, не закончился еще срок аренды, но нам бы очень сильно надоело, мы бы просто взяли билеты и уехали. То есть, у нас нет такой цели прямо вот здесь конкретно провести три месяца и так далее и тому подобное. Но если бы была, то конкретно по этому кондоминиуму здесь есть тарелки разные, но они пластиковые. То есть, по идее, если бы мы здесь жили намеренно три месяца, мы бы купили, скорее всего, стеклянные тарелки. Также докупили бы, наверное, что-то свое, сковородки, кастрюли, ну и прочий инвентарь. И, конечно же, мы бы купили всякие моющие средства, губки, тряпки, чтобы это отмыть, чтобы было комфортнее жить. Потому что, ну, для перфекционистов такой вот номер, он не подойдет, потому что здесь не идеально чисто. Два, одна про посуду, кастрюля, одна, сковородка, одна. Что там еще? Ковшик один, половников не было, ну и три вилки. Ну да, но это все можно докупить. Что у нас? По метражу у нас, наверное, получается здесь метров 30. А еще существенный минус, что конкретно в этой квартире нет обеденного, да и вообще никакого стола, нет и нет стульев. Ну, первую неделю как-то мы там, ну, нет и нет, подумаешь, там несущественно. Но потом это все уже в накопительном эффекте. То есть, действительно, стол, отсутствие стола есть тоже проблема. И отсутствие стульев тоже она же. Единственное, на чем здесь можно посидеть, это этот диванчик. Есть кондиционеры. Кондиционеры работают, но не очень хорошо. Охлаждают они не мощно. Мы даже выставляем на 14 градусов. И все равно такой явной прохлады в помещении не ощущается. Есть большой телевизор. Кстати, вот по размеру, конечно, телевизор здесь очень даже неплох. Плюс присутствие большого холодильника. То есть, его можно загрузить продуктами. Мы продукты в больших партиях не закупаем. Но если на случай длительного проживания большой хороший холодильник, это, несомненно, плюс. Итак, здесь у нас кухня, соответственно, есть вытяжка. Мы ее не включаем, потому что она тоже не очень чистая, друзья. Имейте это в виду, отправляясь на райский отдых в Паттаю, в райскую жизнь на берегу океана. Итак, и здесь у нас дальше начинается спальня, небольшая кровать, но, в принципе, достаточно комфортная. Две прикроватные тумбы, розетки, светильники, есть шкаф, шторы, есть еще один кондиционер, телевизор. Ну, в принципе, если бы мы увидели такой номер на картинках, то нам бы он понравился. То есть, с первого взгляда здесь все кажется достаточно современным. Но, я говорю, если присмотреться, можно найти очень много минусов. И важный момент. При заселении нам Влад об этом сказал, что мы должны сфотографировать либо заснять на видео все косяки, которые присутствуют в данной квартире. И мы еще, наверное, полдня занимались съемкой различных сколов. Вот, например, как здесь на двери. Чтобы потом нам не выставили материальные претензии за эти сколы. То есть, видите, вот скол, мы все это отсняли, все зафиксировали, что все так и было, чтобы на нас потом не повесили. Как говорит Влад, при аренде квартир в Паттайе очень частый случай, когда предъявляют за те недостатки, которые вы не делали. То есть, какая-то... Были до вас уже. Которые были до вас, да. То есть, за все эти царапины, трещины хотят всегда получить деньги. Хотя они были задолго до вас. Вот. Ну, что дальше? Ну, и тут у нас душевая кабина, туалет и ванная комната. Тоже подробно показывать не будем. Естественно, есть балкончик. На балконе есть сушилка для белья, стиральная машина и пылесос. На стиральную машину они подключать не стали. Пылесосом мы не пользуемся. Почему объяснять не будем? Потому что нам легче все подмести веником, либо протереть тряпкой. Но к пылесосу мы как-то тоже относимся не очень доверительно. Кто пылесосил до нас? Вот. Вид у нас на забор, но маркетологи написали бы, что вид на тропический сад. И, конечно же, самая главная проблема и самый главный минус этого жилища в раю это то, что здесь первый этаж. Хотя Влад нам сказал, что, в принципе, такие минусы есть на всех этажах, но мы столкнулись с таким впервые. Это обилие насекомых. Комаров не очень много, но постоянно залетают, особенно на балкон и в комнату, тоже вот такие большие тараканы. Тропические. Тропические летающие. Также залетают маленькие, типа такие вот, ну, тараканы обыкновенные, но они здесь тоже летают. И периодически мы встречаем здесь и на балконе, и в комнате. Но что самое ужасное, друзья, что самое жуткое, и из-за этого фактора я себя чувствовала здесь, как будто бы на каторге, на какой-то это гекконы. Вот гекконы, вот эти маленькие существа, ну, они реально достали, они как-то пробираются, я не знаю, мы все время закрываем эти двери, но через какие-то щелки, они пробираются и залазят в наше мусорное ведро. Да, они питаются мусором и особо активны. Они по ночам, и по ночам мне становится страшно. Они там так шебуршат, пищат. Если там два гекконы, не дай бог, они там чуть ли не до драки, у них дело доходит в борьбе за эти крошки. То есть они, ну, становятся страшно. Вот честно сказать, даже в туалет не сходишь, потому что такое ощущение, что там не маленькие вот такие вот шмакодявки бегают, а какие-то гигантские крокодилы, шебуршат, тарахтят. Ну, в общем, это какая-то жесть. И мы здесь прожили два месяца, мы съезжаем из этих апартаментов, и у меня прям облегчение на душе, что мы отсюда наконец-таки уезжаем. Потому что гекконы, ну, конечно, милые создания, но вот эти постоянные их мусорные войны, они как бы не очень вдохновляют. И плюс еще, друзья, да, особенность такая, но эти гекконы, они какают. И здесь везде все вот в их этих маленьких какашках. Поэтому это тоже неприятно. Вот, например, духи. Духи, да, это не Коко, Шанель, не духи за 300 евро. Это духи всего лишь за 10 долларов из магазина Дьюти Фри на Лан Кави, но они обкакали всю коробку. То есть, если они за 10 долларов, это совершенно не значит, что гекконы должны обгадить всю эту коробку. Вот. Поэтому основная проблема здесь, конкретно этой квартиры, это первый этаж, гекконы, насекомые, пауки, там всякие, мухи, ну и так далее, и тому подобное. Вот такие проблемы, хотя Влад нас убеждает, что это вообще везде. Типа, ребята, расслабьтесь, гекконы на всех этажах, эти летающие тараканы, так как они летают, они залетят на любой этаж. Но мы, честно говоря, впервые столкнулись с таким. Возможно, мы жили вот в отеле на втором этаже в Ингамате, но как-то мы не видели. Может быть, мы не так долго там жили, постоянно куда-то уходили, приходили, а здесь мы времени уже проводим больше, это все заметили, не знаю. Но вот это, короче, явный такой минус для тех, кто хочет оказаться на берегу океана, пожить в другой стране. Вот, знаете, о такой особенности, что здесь, несмотря на то, что это достаточно густо населенный и шумный город, здесь очень много живности. А что мы делали с тараканами? Мы ловили их в коробочку и выбрасывали обратно в окно. Ну, да, то есть, пришибать их тоже не хочется. Мы вынуждены были как-то их аккуратно ловить, этих тараканов, туда выпускать обратно. В общем, тоже, несмотря на то, что они нам неприятны, но убивать, шлепать их не хочется. Как-то вот даже грешно. Продолжаем изучать наш кондоминимум. Он представляет из себя восьмиэтажное здание и на крыше очень приятный бонус. Смотрите, какая красотища! Бассейн, джакузи и тренажерный зал. Пойдем посмотрим тренажерный зал. Есть беговая дорожка, велотренажер, можно гантели потягать. Ну, в общем, такой минимальный, скажем так, набор, но вид, мне кажется, открывается превосходный для занятий спортом. Напишите, как вам номер. Хотели бы вы оказаться в таком номере, не хотели бы. Может быть, кто-то проживал в апартаментах гораздо лучше, гораздо чище. Напишите, поделитесь своим опытом, как снимали. Ну, я еще раз скажу, что нам помогал снимать Влад из компании Time for Travel. Они арендой вот кондоминумов, квартир не занимаются, но если вы хотите экскурсии, трансферы и либо забронировать любой отель через букинг, либо через Агоду, можете смело к ним обращаться. Мы все время про них говорим, потому что вот всегда они нас поддерживают. Арендовали мы данные апартаменты за 16 тысяч бат в месяц, 10 тысяч бат в депозит, но нам его вернут. Плюс мы будем должны заплатить 800 бат при выезде за финальную уборку, что входит в 16 тысяч бат. Да, по сути, ничего и не входит. Полотенце, мыло, туалетная бумага, все это нужно иметь самим, либо покупать самостоятельно, либо привозить с собой. Смены постельного белья нет, уборки нет, вода и электричество оплачивается по счетчикам. В месяц мы заплатили 2000 бат, плюс за воду и за электричество, но электричество мы, в принципе, используем достаточно интенсивно, кондиционер, ноутбук, телефоны, зарядки, плюс 500 бат мы платим за интернет. Соответственно, 16 тысяч бат за месяц аренда квартиры и 2500 бат у нас уходит вода, электричество и интернет. вот такие цены. Я говорю, это, скорее всего, не идеальное соотношение цены и качества, но в тот момент, когда мы бронировали, просто не было свободных квартир, либо цены на квартиры еще хуже были гораздо выше. Но, я вам скажу, что жить в отеле гораздо приятнее, чем жить в апартаментах. Во всяком случае, мы так решили для себя, потому что в отеле всегда присутствует какая-то невероятная энергетика, приезжают туристы с чемоданами, заселяются, можно посидеть на ресепшн, гиды там суетятся. Ну, совершенно другая атмосфера в отелях, а вот когда вы уже живете в апартаментах, в фонде, это немножко более, получается, жизнь, она не такая праздничная, не такая фееричная, более такая спокойная, ну, больше быта, наверное, присутствует в такой жизни. Вот. Мы с вами спустились на этаж G, граунд-флор нашего кондоминума. Как мы можем видеть, здесь парковка для байков, для автомобилей, также есть водомат, где вы можете приобрести воду всего лишь за один бат за литр, то есть приходите сюда со своей банкой, вставляете туда банку, платите несколько бат, в зависимости от того, сколько литров вы хотите приобрести, водомат наливает для вас воду, но мы покупаем в магазинах воду, нам так надежнее. И также здесь есть а-ля прачечная, стоят стиральные машинки, один цикл стирки стоит 40 бат, то есть тоже вы можете сюда прийти, заплатить 40 бат и постирать вещи, но мы стираем все вручную, этими машинками мы не пользуемся, ну вот такие мы, такие мы мнительные. И что еще хочется сказать, проживание конкретно в этом кондоминуме, чем неудобно, то что он находится как бы в анклаве, до тук-туков, как я уже говорила, идти далеко, плюс если идти пешком, очень жарко и душно, вообще Паттайя, в зимние периоды, достаточно жаркий и душный город, если вы проводите основное время не у моря. Автомобиль мы в аренду не берем, потому что аренда автомобиля стоит, ну примерно 1000 бат в сутки, то есть, ну для нас это 30 тысяч бат за автомобиль, платить только за аренду, плюс еще заливать бензин, ну для нас это дорого. Байк мы не берем, потому что мы принципиально никогда не берем байк, не имеем опыта вождения байков, плюс у нас нет категории А, которая нужна здесь в Таиланде для управления байками. Если вы будете брать байк, либо автомобиль в аренду, вам понадобятся международные водительские права, оформить их можно через госуслуги, и стоят они 1800, мы такие права оформили, но автомобиль пока не брали, ну из-за особенностей движения, и как я уже сказала, достаточно дорого, это 1000 бат в сутки, для нас это дорого. Поэтому, чтобы попасть в магазин, допустим, и закупиться продуктами, мы делаем что? Ну естественно, пользуемся приложением болт, и вызываем такси. Вызываем болт, кто спрашивал, как он работает, вот работает он на русском языке, куда поедем, пишем, куда поедем, и направляемся мы в магазин, где более-менее можно выбрать продукты, потому что, как мы уже говорили, в Топс Дейли чипсы, газировка, ну ничего серьезного. Но не прошло и полвека приезжает наша машина, вообще приложение болт работает в Паттайе не идеально. Солодяка! Благополучно добрались мы до гипермаркета Lotus, посмотрим цены на продукты, здесь достаточно большой выбор, еще хотели сказать про болт, как он работает. Работает в принципе в Паттайе, он хорошо, но не идеально, и мы всегда, когда нам надо отправиться на остров либо в аэропорт, мы всегда заказываем трансфер. Почему? Во-первых, накануне Нового года, прямо в новогоднюю ночь, такси через болт не заказалось, водители не принимали заказ, мы вышли на улицу, и на улице было полно таксистов, и мы вот от нашего кондоминиума ехали на центральную часть Паттайи, чтобы посмотреть салют, но через болт такси не приехало. И второй случай, который рассказали нам туристы на самете, это вот как есть, так и рассказываю вам. Заказали такси через болт на пирс, приехал водитель, цена была там тысячу либо тысячу сто бат, да, через болт дешевле заказывать машины. Приехал таксист, отъехал минут 10 или 15 от Паттайи, туристы из Канады, кстати, они 20 лет назад уехали из России, поэтому с английским они могут прям конкретно на английском все разъяснить и объяснить. Им таксист говорит, типа, а сколько там в приложении показывают, какую стоимость, они говорят, ну вот там тысячу или тысячу сто, он говорит, о, нет, это очень далеко, давайте еще там добавьте бат 200, тогда поедем. Ну, они просто обалдели, говорят, ну, с вами мы точно никуда не поедем, давайте, везите нас обратно на ту точку, с которой вы нас забирали, и, ну, все, заказа не будет. Короче, он их отвез обратно, откуда забрал, ну, и они перезаказали такси. Поэтому, чтобы избежать таких случаев, они, к сожалению, здесь бывают, мы, когда едем на остров, в аэропорт, мы всегда заказываем трансфер, потому что трансферы приезжают четко, вовремя, если что, они будут ждать до упора. Ну, а мы с вами в большом, прекрасном магазине Lotus, где можно закупиться различными продуктами. Если вы приезжаете в Паттайю на две недели, то это совершенно другие ощущения, если вы в Паттайе живете месяц или два. Да, Том-Ямы, Том-Кха, Паттай, они хороши, но если вы приезжаете на две недели, я вас уверяю, спустя две недели вы не сможете смотреть ни на Том-Ям, ни на Паттай, ну, а если вы проживаете в апартаментах с кухней, то, естественно, нужно будет готовить самим, потому что здесь хотя бы можно купить нормальные продукты. И я так думаю, что вся уличная еда тайская, Паттайская, она не очень-то, она вкусная, но у нас такое ощущение, что без усилителей вкуса там точно не обходится, поэтому есть ее на протяжении там месяца или двух, ну, как минимум не полезно. Давайте посмотрим цены на основные продукты. Все цены мы, конечно, показывать не будем, потому что это можно с ума сойти здесь, часа на три сделать выпуск. Ну, сразу давайте, килограмм картофеля стоит 49 бат. Друзья, сегодня официальный курс 1 доллар 36 бат. 1 доллар 36. Дальше уже смотрите актуальные курсы сами. Картофель 49 бат стоит. Майока тоже подешевле, аналог картошки. Лук, смотрите, вот уже упакованный, такая сетка стоит 17,5 бат. а лук килограмм репчатый 45 бат. Мясо, самое главное мясо, фарш стоит 119 бат. 15,5 бат. Да, да. Но здесь смотрите сами, да, не очень, мы можем точно сказать, как называется этот вид мяса. Но я смею предположить, что вот это свинина, и стоит она 185 бат за килограмм. Ну и самое главное курица, куриная грудка с кожей. Здесь немного может быть косточек стоит, смотрите, либо 75 бат, либо акция, по-моему, если больше 3 килограмм, то 70. Ну в любом случае, цены для ориентира они понятны. И маленькие куриные ножки, кстати, удивительно, но ножки действительно безумно маленькие, то есть это не такие, как у нас в петельнике, да, такие жирные, большие, прям микро ножки, вот эти куриные, они стоят 86 бат за килограмм, и если берете больше 3, мне так кажется, то 84 бат за килограмм. Такие цены, да, ну пойдем еще посмотрим. Сыры, сыры, они здесь естественно дорогие, друзья, если любите сыр, то вам придется платить достаточно много, например, вот сыр с плесенью, смотрите, цены 235 бат и 350 есть, это за 150 грамм цена, например, вот такой эдам, а чудар, ну такие у нас нарезки тоже продают, стоит 183 бат такой сыр, целое состояние, 150 грамм, да, а вот такие, типа, тоже привычные нам, это сейчас по акции 139 бат стоит, но есть за 125, ну надо искать акции тоже, так, не надо, так, пойдем мы посмотрим рыбу, рыба, это тоже очень важный продукт, а масло сливочное, сливочное масло, ну вот я вижу, самое дешевое, 129 нет, ребята, это не сливочное масло, made from как она, то, надо внимательно читать, я думаю, что вот это масло, сливочное, анкор, и стоит оно 135 бат за 200 грамм, мне кажется, оно сливочное, здесь коровки нарисованы из Новой Зеландии, 135 бат за кусочек, ой, какая рыба, да, сложно сказать, что это такое, да, это я так предполагаю кальмары, 139 бат за килограмм, и если более трех, то 99 бат будет стоить, ну и рыба, вот смотрите, цена 26, но честно говоря, непонятно за что, за маленькую рыбку, либо за килограмм, возможно, и за килограмм, какая-то такая рыба за 45 бат, ну и более всем привычный, это типа красный окунь, да, такой вот, я думаю, все видели, 119 бат, ну, мне кажется, что все, что здесь продают, это вполне возможно, есть кусочки лосося, 899 бат за килограмм стоит, какая прелесть, его так мало, так, похоже, коллекционный, сколько? 25 долларов практически стоит лосось, вина можно тут купить, в принципе, цены не особо высокие, 399 бат, но точно вино из винограда, потому что здесь бывают вина из фруктов, яблок, даже написано вино, оно из яблок, в общем, такие цены, так, самые дешевые яйца я вижу за десяток 54 бат, вот, с логотипом Lotto, собственная марка, это самые бюджетные яйца, которые можно здесь найти, овощи, фрукты, но, в принципе, да, овощи, здесь можно найти петрушку и укроп, но основные овощи, допустим, огурцы, помидоры, фрукты, лучше покупать все-таки на рынках, потому что здесь они вроде как дороже, ну, как нам говорят туристы, с кем нам удалось пообщаться, кто здесь уже живет, они говорят, что здесь не особо вкусные фрукты, но это две, одна, если две упаковки брать 299, а одна 199, вот такая клубника, но у нас на рынке там пакет какой-то вот такой, не знаю сколько там, да, не килограмм наверное, может быть полкилограмма стоил 100 бат, в общем на улице фрукты такие традиционные тайские именно они дешевле манго, папайя лучше на рынках покупать а клубника я вот не знаю какая это но был сезон клубники именно тайской на севере не знаю сейчас закончился этот сезон либо нет но тайская клубника тоже существует и стоила она гораздо дешевле на улице чем здесь в магазине лотос да здесь заморозки пойдем посмотрим сколько стоят макароны допустим крабовые палочки можно тоже посмотреть сколько стоят если вдруг кто соскучится и так ну допустим вот это 500 грамм замороженные крабовые палочки они стоят 79 бат мне кажется что цены на продукты здесь в лотосе именно вот на куриную грудку на мясо на крабовые палочки они ниже чем в Москве чем в России мне так кажется ну и в принципе курица вызывает доверие потому что она не такая большая не такая раздутая также если приедете на длительный срок можно купить в лотосе сковородки допустим такая стоит 490 бат Тефаль 690 такой размер ну все можно приобрести пойдем посмотрим раз уж о сковородках речь зашла сколько стоит здесь например подсолнечное масло вот это масло это оливковое не рафинированное узнаваемое да стоит 305 бат за 300 миллилитров подсолнечное если мы его в принципе найдем посмотрим сколько стоит подсолнечное здесь видите кукурузное подсолнечное подсолнечное масло стоит 88 бат за 1 литр может быть импорт нет мне кажется это тайское не знаю 88 бат стоит за литр и пойдем посмотрим какие-нибудь крупы макароны если исключить макароны тайские там из рисовой муки и прочее то более привычные макароны вот борилла я не вижу хотя борилла здесь в Таиланде тоже продается но например вот такие итальянские спагетти стоят 79 бат за 500 грамм 79 бат это 2 долларов чуть больше 2 долларов ну да макароны наверное дороже чем в Москве да Таиланд же ни разу не родина пшеницы поэтому это все привозное Таиланд да не родина пшеницы например вот эти разноцветные макарошки за 500 грамм 96 бат стоят вот ну здесь конечно же много лапши быстрого приготовления но за ней не обязательно ехать сюда ее можно купить в любом магазине 7-11 либо Топс Дейли вода большая стоит 39 бат 6 литров ну это дорого да ну это учесть друзья если мы все будем закупать и плюс еще и такси да сюда тоже нужно добавлять ну в нашем случае конечно лучше сразу закупить большую корзину чем по 100 раз гонять на такси туда-сюда вот очень много чипсов и крекеров шоколад шоколад здесь достаточно дорогой но например риттер спорт стоит 69 бат это чуть больше 2 долларов квадрат в практике гуд лент шоколадки 105 бат это даже уже считать такое 139 вот они да самый бюджетный из всего того что здесь представлено это риттер спорт по 69 бат возможно он маленький короче если соберетесь в Паттайю на длительный срок то шоколадки можно привозить с собой и также конечно же везите с собой гречку например манку это тоже понадобится потому что гречку если вы найдете здесь то она будет стоить гораздо дороже чем макароны тоже можно взять по-моему они здесь в два раза дороже чем у нас в Москве колбасу пойдем посмотрим сколько здесь стоит колбаса хотя я тебе скажу что колбасу вроде бы как бы там можно про это нельзя возить но все наши везут ну тут либо колбаса с риском либо без колбасы и риска чекен так ну вот здесь распродаются куриные сосиски две пачки за 59 за 59 бат вот такие сосисочки а колбаса если говорить про классическую колбасу например такие вот нарезки смотрите стоят 190 бат типа солями 190 а грамм грамм сколько здесь 100 грамм да 100 грамм всего лишь 100 вот примерно такие а ну давайте вот ветчина стоит за 300 грамм 99 бат но ветчина в принципе наверное не особо дорогая такие цены в магазине лотос ссылку гео ссылку оставим в описании к этому видео если кому интересно приезжайте здесь можно купить разные продукты возможно здесь в Паттайе есть продуктовые магазины с более низкими ценами но до них нужно ехать на такси лично нам и соответственно платить больше поэтому мы вот этот магазин для себя определили также здесь можно купить посуду стаканы но это типа наш ашан сковородки кастрюли постельное белье полотенце если кому нужны канцтовары фломастеры детские игрушки мягкие игрушки велосипеды стульчики пластиковые тоже можно купить все что хотеть в принципе выбор достаточно большой и я думаю что если вам чего-то будет не хватать вы без проблем в этом магазине можете купить все самое необходимое и даже все не самое необходимое купить можно абсолютно все включая скороварки пароварки рисоварки и чайники электрические если вдруг у кого не будет вполне можно купить а на этом мы будем заканчивать сегодняшний наш выпуск если он вам понравился обязательно поддержите нас лайками комментариями и кто еще не подписался обязательно подписывайтесь потому что впереди нас еще ждет очень много всего интересного поедем на острова возможно съездим в Хуахин ну и конечно же будем изучать пляжи райские и потайские с вами была турпресс Алена и Андрей всем отличного позитивного настроения всем пока пока